и давайте наверное я тогда с него и начну с обзора такого краткого корпуса так вот он так смотрится смотрится он интересно во всяком случае как минимум интересно здесь это мини atx исполнение здесь видите в меньше из 4 слота под плата расширения он чуть пониже хотя за счет вот этой вот шапки он все равно довольно высокий здесь получается шапка такая приличная и ножки довольно глубокие довольно высокие поэтому он так смотрится все равно ну примерно как это иксовый и по ширине он чуть он такой чуть более узенький здесь в принципе стандартная usb 2 но и usb 302 раздела здесь эти кнопка видите здесь кнопка с солнышком но так я бегло посмотрел здесь контроллера нету в этой именно в этой модельки это будет как кнопка риса но только включение вентиляторы без возможности регулировки то есть за такой знаете как тупой rgb то есть будет просто красиво светится и все на самом деле это плохо есть у нас тоже все в принципе стандартно решеточка видите такая довольно крупная а сзади внутри уже там до видите что на заднем фоне там есть сетка противопылевая сейчас более подробно все рассмотрим и это стекло здесь до стекло видите здесь написано что это стекло давайте с размеров начнем 39 хотя вроде как и не сказал бы чтоб совсем он русский здесь вот эти всякие вот эти декоративные элементы они наоборот до увеличивают размеры в высоту 47 сантиметров то есть он довольно все равно большой здесь ножки 33 сантиметра то есть высокие ножки и вот это вот шапка она ну потенциально здесь в эту шапку можно водянку впихать и и эта шапка тоже довольно видите большая то есть порядка там пяти сантиметров и за счет этого здесь три с половиной здесь 5 и получается что он все равно довольно такой высокий в холке хотя это для мини аль тэрикс кодами не от x платформ как здесь получается стекло смотрите вон на двух вот на двух барашках прикручен само стекло довольно кстати толстая здесь две прокладочки такие мягенькие снимается как вот обычные железные вот эти крышки как задняя панель по пространству здесь довольно прилично ну реально вот до рука почти залазит здесь есть прорези для для кабельного менеджмента здесь все выведено ну довольно удобно на самом деле все хорошо вот в этом плане в плане удобства здесь видим мы пылевой фильтр он так сюда в эту нишу засовывается на магните знаете получается для того чтобы почистить надо будет открывать на боковую крышку но снимается довольно просто ну да не очень прям удобно но ну раз там в 3-4 месяца можно эту процедуру делать не сильно напряженная здесь по интерфейсом как я и говорил да здесь у нас получается usb 30 вот он да юсб 30 здесь аудио разъемы вот он блок hd аудио кнопка здесь смотрите вот эта кнопка она будет все-таки как reset где тут она вот reset будет использоваться эта кнопка включения вот она power switch вот она и индикаторы работы жесткого диска индикаторы индикатор работы жесткого диска индикатор работы компьютера вот они все в принципе здесь по стандарту как обычно ну давайте уже раз сверху тут пылевой фильтр такая же такое же исполнение вот этих сот довольно крупные довольно интересно 2 120 можно сюда поставить сверху и по водянке сейчас скажу минутку сейчас по водянке скажу сверху тоже можно поставить 240 вку радиатор ну да здесь как раз такое пространство довольно приличное можно ли вентиляторы передней панели прикрутить с внутренней стороны да можно здесь есть здесь разъем здесь видите есть ниша для водяного охлаждения для радиатора водяного охлаждения кстати она довольно такая узенькая но с этой стороны можно перед перекрутить но а зачем чтобы полевой фильтр ну как-то не знаю зачем это ну вообще можно при желании здесь 120 миллиметров вентилятор можно его чуть вверх-вниз подтянуть стандартная прорезь 4 флота под платы расширения они все выламываются не съем но не много не многоразовые здесь нижнее расположение блока питания резинок нету под блок питания нету короче резина здесь плохо аэрокул чё не наклеить высокие ножки говорил я об этом на мякушках таких стоят вы ножки там горю что порядка там трех с половиной сантиметров чуть чуть меньше значит здесь фильтра ну фильтр сетка до сетка просто не очень удобно он снимается не быстросъемный но опять же при желании можно заморочиться здесь специально отдельная такая это вот возможность снять корзину я вам расскажу как это все делается здесь такая интересная конструкция на самом деле расскажу некоторые снимают вот эту штуку для того чтобы получить доступ к корзине но здесь все так чуть попроще на самом деле передняя панель вот так вот выглядит она снимается довольно легко кстати вот здесь видите здесь вот такая вот в эту прорезь вот сама панель вот она вот она вот здесь вот так она 3 прищелкнута и нажимаем она поднимается довольно легко кстати снимается держится на такая на стандартных таких располках здесь это металл вот эта часть металл здесь . эти есть разные варианты вот этих вот корпусов исполнения будет примерно такое же они отличаются по моему только цветами и вертушками которые идут в комплекте вертушки и контроллер для управления подсветкой вот так вот в раздетом виде это выглядит вертушки сейчас посмотрим здесь они скорее всего одинаковые я сейчас заднюю сниму покажу что за вертушка все это металл за счет того что это все-таки меня 3x корпус металл довольно найти корпус такой выглядит довольно сбитым он по идее не должен стоить прям дорого сколько он стоит где-то порядка 45 50 долларов ну с четырьмя вертушками типа красивый там и тому подобное в принципе вроде норм конечно единственно что меня вот смутило что все-таки от джебе не регулируется ну короче можно рассматривать если вот внешний вид такой нравится возвращается все тоже также обратно щелкаем мы помним да что менее от x от x а тыксовые платы здесь не поместится есть серии аэро ван просто да там у них соответственно просто то же самое только мы так-то уголочек потянули и он стал чуть-чуть повыше здесь уже тогда материнскую плату от x вы можно будет установлен 4 уже посадочных дистанцирующих стойки уже размещены здесь мы уже под себя подкручиваем остальное вертушка значит потребляет ей нужно 0 15 ампер довольно эффективная она от 12 вольт питается и видите у нас три пина или molex ну скажем так это просто тупой rgb то есть здесь светодиоды которые никак не управляются это плохо значит и соответственно будут они вращаться только от 12 вольт и по опыту если мы поставим например будем подключать к 3 через три пин 1 материнской платы и выставлять управление скоростью вращения этих вентиляторов то соответственно на низких оборотах по идее будет тускнее подсветка а где-то на каких-то если там на 5 вольт каких-нибудь на 6 может даже вообще не светится этот вентилятор но будет более тихий и если мы например там повесим вот эти винтик вот эту вот эти разъемы на 5 вольт то скорее всего вентилятор будет работать тихо но подсветки скорее всего не будет и давайте уже тогда пальцы лезем мы в техническую зону мою любимую что здесь такие же вентиляторы если вы хотите управлять подсветкой и подсветкой скоростью вращения вентиляторов надо будет использовать разветвитель в данном случае напомню еще раз да у нас 0 15 ампер в принципе мы вот эти четыре вентилятора можем подключить одновременно на один разъем будет у нас 4 на 0 15 0 6 ампер я уже не один раз говорил что сила тока вентилятора который вешается на один разъем не должна превышать 1 ампер все завальцовано все аккуратно есть здесь у нас засечки для того чтобы мы могли там все проложить прикрепить по ssd накопителем здесь есть возможность 1 2 подключить с той стороны затем корзина для жесткого диска здесь можно два жестких диска я давайте сейчас покажу как она снимается рекомендуется с блоком питания не больше 160 миллиметров мороз расстояние где-то порядка 18 метров понятное дело что здесь еще должны быть провода здесь видите еще аэрокул чуть-чуть схитрил сделал вот как раз вот такую корзину то есть если у вас там один жесткий диск используется вы в принципе провода от блока питания можете где-то в этой части сохранить по глубине видеокарты до подлиннее видеокарты производитель пишет до 327 миллиметров смотрим ну да если получается если мы не используем водяное охлаждение то да то где-то 300 ну 33 сантиметра лучше 32 ориентироваться что там уже совсем было нормально высота кулера у нас нашего процессорного сейчас я посмотрю 161 миллиметр есть давайте про корзину корзину многие не contact news неправильно снимает здесь какая фишка корзина вот она так выглядит и здесь если посмотреть конструктивно то эта корзина она крепится на таких на четырех винтах с резиновыми проставками и фиксируется вот этим вот винтом для того чтобы ее снять многие снимают и там вроде ремонтяж даже что-то такое вот он такой корпус похоже обозревал он снимал эту ногу она в принципе снимается довольно легко здесь два винта можно да но здесь снимаем вот эту штуку фиксатор и затем берем за вот этот вот за эту корзину и на себя тянем и вот она вот так вот снимается поняли на вот она вот такая конструкция то есть она ведь и вот и через такие проставки резиновые крепится а сюда можно можем можем жесткий диск один поставить сюда и второй сверху ну и также даже установили зафиксировали у нас жесткого диска не будет соответственно я тут это все возвращаю как было что в комплекте инструкция инструкция скорее всего здесь универсальная посмотрим она и должна на всю линейку да здесь видите здесь расписан и с одной стороны и как подключаться контроллер она контроллера здесь нет мы не универ то есть она такая ну как бы для всех для всей серии то есть вам менее и по идее они там несколько модификации есть одна вид модификации с ржб контроллером значит и здесь что у нас пять тяжек есть у нас еще восемь шпилев таких ну вот эти шпильки кстати можно здесь видите да кстати не проговорил вот видите здесь у нас есть такая сетчатая закрытая до часть кстати тоже я не проговорил что резинок не ну говорил на то есть что резинок нету и располагаться в питании снизу располагается здесь у нас получается можно разместить еще два вентилятора для этого собственно шпильки вот эти вот где там они вот эти шпильки они идут вот эти шпильки идут ну какой смысле здесь я правда особо не вижу но красоты какой-то хочет пластиковый такой набалдашник головка для того чтобы мы могли вкручивать выкручивать дистанцирующие стойки вот такие деле можно руками или отверт или под отвертку и стандартный набор винтов принципе тут ничего ничего нового кстати дистанция вот здесь тоже дистанцирующая стойка еще есть ну да хватит здесь раз-два будет вот 2 идет в комплекте и потом еще но еще здесь в принципе от комплект нормально для такого сегмента собственно все по водяному охлаждению я не уверен конечно что здесь кто-то будет ставить в этот корпус водяное охлаждение но по заявлению производителя значит я посмотрю сзади 120 к спереди 120 или 240 к тоже в эту часть ну да здесь как-то не вряд ли поместится и сверху тоже 120 к 100 240 собственно все по вентилятором то же самое здесь 2 120 здесь у нас 323 120 стоит здесь 1 120 тот стоит и здесь еще можно 120 220 повесить данзи pwmz приветствую тебя на канале ну все тогда выдыхаем да и давайте уже будем собирать компьютер блок питания ставим вентилятором вниз здесь эти так немножко перекрытым хотя нет есть пространство для того чтобы воздух выбирался вентилятором вниз ставим на вот эту сетку здесь прокладок нету резиновых плохо смотрится неплохо вертушки кстати ну не сказал бы я бы их не назвал шумными они вполне такие вот он так вот ножки видите довольно и они высокие здесь кепка тоже такая высокая значит вот так это все смотрится подсветка вот такая какие все мы не меняем ее на 12 вольтах вроде пока не шумит здесь видим у нас с этой стороны это стекло да вот это вот стекло это сетка полевая для того чтобы ее снять надо будет открутить вот это вот это стекло и от изнутри снимать сверху пылевые фильтры здесь можно тоже при желании два вентилятора поставить здесь все как я тоже говорю это кнопка перезагрузки здесь режиме подсветки не меняется вот так он смотрится неплохо вполне неплохо за свои деньги можно но вот это все будет все время светить задавайте вопросы или в telegram канале в telegram чате задавайте вопросы в в группе вконтакте пока еще справляемся вроде пока сил хватает единственно что я не прям там может быть иногда быстро быстро на это реагирую но я сажусь и уделяю внимание внимание вашим там вопросам стараюсь как-то максимально помочь всем хороших выходных всем добра и будьте добрыми абрикосами пока